Этот мини-каток во дворе Бауржана Жуманазарова ставил после себя стихия. Замёрзшая вода глубиной полметра до сих пор напоминает о той страшной ночи. Тогда Бауржан, схватив жену и детей, выбежал из дома. К сожалению, спасти скот ему не удалось. В воде захлебнулись четыре козы. Вода неожиданно поднялась, затопила весь аул. Мы не знали, что делать. Побросали всё. Начались морозы, и ситуация стала лучше. Ситуация в ауле остаётся напряжённой. Вода, хлынувшая из-за рыка, спряталась под этим льдом. Местные жители говорят, что глубина его составляет не менее полуметра. Любое потепление может снова привести к затопам. На этот раз большая вода в Тимирлановку хлынула из этого рыка. Небольшой канал, служивший для полива, стал причиной затопления целого аула. Подтопленными оказались более 30 домов. Местные жители говорят, что его уже не чистили лет 20. Этот арык не чистили с тех пор, как я сюда переехала. Это было лет 20 назад. Противостоять природе власти оказались не в силах. Причём своей вины в случившемся они не видят. Более того, власти ругают самих местных жителей. «Они поставили трубу, чтобы скот мог пастись. Для своей пользы кирпичи выложили. Поэтому их затопило. Диаметр трубы был небольшой. Сейчас трубу мы вытащили. В данный момент чистим арык». Власти обещают очистить арык от мусора уже через несколько дней. Однако, станет ли этот случай уроком для чиновников и жителей, судить пока рано. Субтитры создавал DimaTorzok